А вы разве не на КПО «Восток» должны все вести? А что вы боитесь? Вы что-то скрываете? Мы просто простые вопросы зададим. В нашем рейде принимает участие руководитель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Александрович Фетисов. Он сегодня лично приехал на территорию, чтобы пообщаться с местными жителями и зафиксировать все те нарушения, которые мы здесь имеем. Мы попали в сектор, где находятся органические отходы. Тут очень специфичный запах, очень много птиц. Номера фиксируем, все, перекрывай. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем подводить итоги года. И у нас в гостях Ярослав Вольпин, наши партнеры. У нас совместная программа «Эко-рейт» так называется. Ну, Ярослав, к вам вопрос. Как прошел этот год? Чем можете похвастать? Ну, могу похвастаться, что проект «Эко-рейт» появился только в этом году. Но сегодня это уже полномасштабная, полноценная история. Она двигается абсолютно самостоятельно. Почему? Потому что огромное количество обращений мы получаем каждый день. До работы в проекте я даже представить не мог, что у нас столько проблем в Московской области. Такое количество природоохранных нарушений, столько компаний, людей каждый день, извините, загрязняют нашу природу, что работы у нас просто выше крыши, без конца и без края. Извиняться, наверное, им нужно, а не нам с вами. Но давайте так, хотя бы пару ярких событий, как итог года. И самое главное, деятельность нашего проекта, она к чему-то привела? Есть какие-то результаты реальные? Ну, я вам так скажу, что, конечно, из-за преступлений выбрать какое-то одно очень сложно, потому что это огромное количество каких-то незаконных свалок. То есть мы приезжаем на территорию бывших советских предприятий заброшенных, которые сегодня завалены мусором. Это какие-то притоки Москвы, которые являются водозабором для столицы, куда сливаются ежедневно сточные воды, причем и канализационные сточные воды, и с предприятий. И находим мы какую-то промзону, которая просто тихой сапой в лес сливает стоки своего производства. У нас там была история с винным заводом, который делает дешевое шампанское, там, не знаю, продается в магазинах массового потребления, да, но при этом, представляете, какое количество у них отходов. И вот этот вот весь, не знаю, отработанный винный материал, они просто сливают в лес. То есть мы приезжаем, у нас волосы дыбом встают, потому что, живя обычной жизнью, этого не замечаешь. А вот когда начинаешь ездить конкретно по вызовам, ну, просто приходишь в шок от того количества преступлений и от той наглости, с которой сегодня действуют нечистые на руку предприниматели. Ну, просто невыносимый запах, в банку не закрыть, вам не передать. Развелось, можно сказать, вот этих вот местных сарьков, да, и что хотят, то и воротят. Леш, вызывай полицию, полицию вызывай, незаконный вывоз отходов 4-5 класса. Александр, к вам вопрос, скажите, пожалуйста, как вы считаете, за прошедший год результативная деятельность была нашего совместного проекта или нет? Я думаю, безусловно, да, потому что было проехано очень много, сотни километров по Московской области, столько же было написано запросов, было снято очень много роликов, и также были штрафы нарушителям, штрафовали. Кто-то прекратил свою деятельность, кто-то до сих пор продолжает нарушать ее, но также мы будем стараться с этим бороться для прекращения природоохранных нарушений. Ой, планов громадье, честно вам скажу, уже сегодня, на сегодняшний день, на ближайшую неделю и на новогодние праздники и дальше уже целый график выездов, где мы колесим по разным совершенно уголкам Московской области, плюс к нам добавляются уже там и Ленинградская область, и Рязанская область, отовсюду пишут люди, везде есть проблемы, везде приходится выезжать, общать, смотреться, фиксировать, готовить запросы, это очень сложная работа. Часто опасная, да, потому что у нас были случаи, когда на нас и нападали, и пытались забрать у нас технику, и подбирали документы, и запирали нас где-то там в помещениях, фактически брали в заложники. Пошел, сломали что ли? Не трогай меня руками. Руками не надо трогать. Все, зову миличего, все. Удостоверение отдайте, пожалуйста, при сотрудниках полиции. Я бы не знал, кто к нам пришел. Спасибо большое. Вы мне пять раз сказали, кто мы такие. Мы туда зашли с камерой, начали все снимать, сразу же там крики, оры, угрозы. Мы оттуда не выходили до приезда полиции, чтобы на месте зафиксировать все факты. И на протяжении этих 20 минут, пока ехала полиция, нас там окрыли матом, пытались прогнать, замахивались палками, прорезали колесо на автомобиле. Также мы там нашли печь, где незаконно пережигали отходы. К счастью, все закончилось для нас благополучно, но я вам скажу, что работа, конечно, это непростая, и ее еще впереди очень-очень много. Боролись, боремся и будем продолжать с этим бороться, потому что очень активно. И мы благодарны за это нашим зрителям, нашим активистам. Мы видим, что для них это не безразлично, это именно к вашему вопросу, на предмет того, какие планы. Планы грандиозные, я думаю, нам бы хотелось, чтобы, скажем, круг нашей деятельности сузился до масштаба этого, но мы понимаем, что еще пока не все проявляют сознательность. Это касается и всяких серых возщиков, руководителей тех или иных предприятий, строительных компаний, которые полагают, что им все это сойдет с рук, что они как бы находятся у руля, там, да, у штурвалы, у них все замечательно. Самый главный плюс нашей работы – оперативность. Вот нам позвонили, нам написали, мы уже мчим. Все, у нас там есть ребята, экипажи со съемочными своими там группами, квадрокоптер, который там представляет сразу всю картину бедствия. И очень хочется, чтобы в новом году надзорные органы, которые, может быть, уже и подустали от наших запросов, но, тем не менее, продолжают на них реагировать, чтобы они реагировали еще четче, быстрее, и чтобы таких преступлений было меньше. Чтобы люди видели, к чему приводят появление сотрудников Экорейда, и чтобы они уже в следующий раз, когда решат что-то куда-то слить, сжечь, засыпать или еще что-то, чтобы они 10 раз подумали, не приедет ли к ним Экорейд, не обернется для них это такими большими проблемами, которые сегодня испытывают все те нарушители, которые попали в объективы наших телекамер. Друзья, что вы можете пожелать нашим зрителям в новом году? Хочется пожелать, чтобы в них вот эта сознательность, как и во многих тех, кто с нами всегда активно держит руку на пульсе, кто пишет нам, то есть она как бы дошла до более широкого круга масс. Думаю, хочу пожелать всем начать работать над собой, а не смотреть на других, потому что из-за этого и будет организовываться активное общество, которое будет пресекать все эти нарушения. Друзья, огромное спасибо и вам тоже. И самое главное, мы же работаем для вас, поэтому мы хотели бы получить от вас какие-то комментарии. И самое главное, если у вас появляется какая-то информация по поводу экологии, нарушения экологического пространства нашего, пишите, звоните. Мы попытаемся помочь. Мы рассматриваем любое обращение к нам и пытаемся сделать все, что от нас зависит. Спасибо.